А вот проблемы жителей одного из домов на улице Комсомольской остаются без внимания уже несколько лет. Люди боятся заходить в один из подъездов здания. Стены тамбура трещат по швам, а из кирпичной кладки выпадают куски. Почему на просьбу жильцов отремонтировать дом коммунальщики не реагируют? В проблеме разбиралась Анастасия Шерстнёва. Трещины во всю стену уже никого не удивляют. Жители первого подъезда на Комсомольской 16 несколько лет подряд видят такую картину. Стены тамбура при входе опасно накренились, а рядом с постройкой лежат кирпичи. Видно, что спасти пристрой уже пытались. Разъём шириной в несколько сантиметров замазали шпатлёвкой. Вот только хватило этого ненадолго, рассказывают собственники. Я живу в этом доме 16 лет, и вот это постоянно. Они один год немножко что-то там подремонтировали, чего-то притянули какими-то железными болтами, но она по-прежнему осыпается. Устойчивость конструкции вызывает большие сомнения, рассказывают жители. По кирпичной кладке уже пошли волны, поэтому ходить здесь страшно, говорит жительница дома Любовь Павловна. Я вот недавно ходила, писала, за ремонт подъезда, ну мы там подписывались на наш этаж. Но нам всё ответили, у нас никогда денег нет. В нашем подъезде нога чиновника не ступала. В проблеме уже не один год возмущаются кировчане. Но все обращения в управляющую компанию остаются без внимания, утверждает Людмила Харитонова. Мы живём тут 22 года. Я так и говорю, за 22 года палец в палец, никто не делает ничего. Позвонила я в управляющую компанию, сказали, на вашем доме денег нет. Так как нет, а куда, говорю, деньги деваются. Мы с одной квартиры платим по тысяче. Они сказали, или тамбур надо убирать. У нас, значит, нет никакой компании, кто это будет убирать. Сотрудники управляющей компании рассказали, что от своих обязательств не отказываются. Они уже провели проверку на объекте. Туда выезжали технические сотрудники наши. Проверка не закончена, техническое решение ещё до конца не принято. Но нужно обязательно подчеркнуть, что все аварийные работы компания выполняла, выполняет и будет выполнять. Поэтому собственники могут не переживать, в ближайшее время что-то решится. Техническое решение по этому вопросу будет принято до конца недели, рассказали в управляющей компании. Также в ближайшее время специалисты решат, какие виды работ нужно провести на участке. Анастасия Шерстнёва, Александр Брызгалов и Николай Шхарбеев. Бюро новостей Дайвича.